Если мы не осознаем этого, в ближайшие годы нам, возможно, придется заплатить гораздо большую цену. Мы пришли к тому, что уничтожаем сам источник нашего существования. Все намного хуже, чем люди могут себе представить. Мы стремимся сподвигнуть более трех миллиардов человек, сказать одно большое «да». Думаю, сейчас подходящее время, чтобы понаблюдать и взглянуть на себя как на жизнь. Не как на личность — это тоже важно, но как жизнь. Насколько вы организованы? Потому что ни одному организму не требуется обучаться организованности. Это организм. Когда вы собираете много организмов вместе, тогда вам нужна некая организация. В остальном это не нуждается в обучении. Оно суперорганизовано. Такой уровень организованности возник не в одночасье. Это развелось в течение нескольких миллионов или миллиардов лет. Так что это замечательная организация. Я называю это организацией, потому что более 90% вашего тела состоит из других организмов. И только 10-11% — это генетический материал от ваших родителей. Более 90% — это просто другие организмы. Но благодаря определенной сложности это работает. Многим удается прожить полную жизнь и справляться со всем этим, если не происходит трагических событий. Итак, Земля сама по себе является огромным организмом, живым организмом. Из-за того, что в мире организм ошибочно понимается как отдельная жизнь, группа организмов считается чем-то другим — стадом, стаей или толпой. Нет. Это просто наше видение. Это подход человеческого интеллекта, который все разделяет. К сожалению, таков подход современной системы образования, которая видит все через замочную скважину, все по отдельности. Я думаю, что мы уже заплатили за это достаточно высокую цену. И в ближайшие годы нам придется заплатить гораздо большую цену, если мы не осознаем это и не исправим свое восприятие, представление об этом в своем уме и действиях, способе управления миром. То есть, если мы не осознаем, что планета Земля сама по себе — живой организм. Она живая? Да. Глупо думать, что если вы копнете лопатой, то получите лишь набор из железа, меди, магния, азота, фосфора и прочего. Нет. Вы живы только потому, что она жива. Сейчас вы сидите на земле. Вы должны понять и ощутить это. На самом деле, вы не сможете этого понять, потому что это слишком сложно. Это слишком сложный процесс. Высочайший уровень организованности происходит прямо перед вами, там, где вы сидите, потому что триллионы и триллионы организмов могут функционировать слаженно. Вот организованность. Если вместе соберутся сто человек, у них возникнет много проблем. Но вот это — настоящая организация, где происходит множество разнообразных процессов. Жизнь не возникнет только из-за соединения нескольких химических элементов. Приготовив химический суп, вы не превратите его в жизнь. Но химия в этом тоже участвует. В почве, на которой вы сидите прямо сейчас, происходит обмен, более сложный, чем на любой фондовой бирже на планете. Триллионы и триллионы организмов собирают различные питательные вещества, минералы, микроэлементы и отправляются в поисках корней растений и трав, разнообразных деревьев и другой растительности. И там происходит обмен. Они не просто отдают, взамен они просят углеродные сахара. Растения собирают углерод из атмосферы, преобразуют его в сахар и закачивают его в почву. Оно также ведет приговоры. Все эти микроорганизмы постоянно обсуждают, кто что получит и в каком количестве. И этот обмен происходит невероятно сложным образом, который люди даже не могут себе представить. Так что это организм, состоящий из триллионов и триллионов организмов, как и мы. Представление об индивидуальном существовании принесло невероятный хаос в мир, причиняло людям столько боли и страдания. Теперь люди должны реализовать этот глубокий уровень организации, которым является жизнь. Он сложился как результат миллионов лет эволюции. Если вы не можете ценить это, то лишь потому, что вы просто не уделили этому внимания. За последние два месяца я объездил весь мир, общаясь с различными лидерами и множеством людей. Один вопрос, который мне задают снова и снова — Сангуру, откуда у вас все эти знания? Вы изучали науку об окружающей среде? Я отвечаю, что само выражение «окружающая среда» — это преступление. Потому что вместо того, чтобы увидеть, что вы всего лишь еще одна частица большой природы, вы считаете, что существуете отдельно от окружающего мира. Это само по себе преступление. Как только у вас появилась такая мысль, как только вы вообразили себя выше природы или чем-то отдельным от нее, тогда то, что происходит сегодня — это естественное следствие. Происходящее сегодня истощение почвы и воды, всего, что важно для жизни, всего, что поддерживает нашу жизнь — это только следствие того, что происходит в умах людей. Мы просто не поняли, что являемся следствием всей прочей жизни, которая происходит здесь. Не они являются следствием нашей жизни. Но сейчас нам кажется, что мы являемся хозяевами всего этого, потому что есть мы и есть окружающая среда. Нет никакой окружающей среды. Есть живая природа. И это счастье, что мы являемся ее частью. Это большая удача, что мы тоже являемся ее частью. И это все, что есть. Так что, пытаясь исправить мир для нашего комфорта, мы пришли к тому, что уничтожаем сам источник своего существования. Все намного хуже, чем люди могут себе представить. И не важно, кто в этом виноват, потому что обычно общественное движение начинается с создания врага. Фонд Иша уникален тем, что у нас нет врага, но мы все равно постоянно заняты. Потому что осознаем, что мы ответственны за все, что происходит. Мы можем участвовать в чем-то, можем не участвовать. Но мы на 100% ответственны за все, что делает каждый человек в этом мире, и за все, что происходит и не происходит. Вот что означает осознанность. Итак, следующий год посвящен созданию осознанной планеты. В наступающем году, как вы знаете, мы стремимся сподвигнуть более трех миллиардов человек сказать одно большое «да». Я просто хочу услышать одно большое «да». Так что не важно, что это, просто скажите «да». В 2022 году мы сделаем этот мир намного лучше, чем сейчас. Сделаем так, чтобы это произошло.